В эфире РБК Омск новости в студии Дарья Тьменцева. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Новые указания Минздрава, как в Омске теперь должны госпитализировать пациентов с подозрением на COVID-19. Ни картодрома, ни гостиницы. Что все-таки появится на месте снесенной уникальной гоночной трассы ДСАФ и появится ли вообще? Тест на профпригодность. Чем надувные шарики не угодили бульдозеристам? Уникальная находка омских строителей, как краеведы в Омск туристов, затонувшие сто лет назад баржей, заманивать хотят. Отменять нельзя оставить. Где поставить запятую в предложении, если говорить о масочном режиме в регионе, сегодня обсудили члены регионального оперативного штаба по коронавирусу. Напомню, обязанность носить средства защиты органов дыхания распространялась на всех жителей региона до 29 сентября. Исходя из того, что в регионе осложнилась ситуация по распространению COVID-19, эксперты приняли решение продлить режим повышенной готовности на территории Омской области. С конца августа количество заболевших в Омской области стабильно растет. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще в 88 жителей региона. Выздоровели 68 человек, не смогли победить болезнь 3 пациента. Общее количество летальных исходов с начала пандемии – 293. Под медицинским наблюдением на дому находится больше 1000 человек. Прокуратура проверит действия врачей неотложки, отказавшихся госпитализировать омичку с 50-процентным поражением легких. Историю 83-летней бабушки, кстати, в прошлом. Врача-педиатра в соцсетях рассказала ее внучка после того, как отчаялась получить помощь у врачей. Отказ медики мотивировали тем, что в омских ковидных больницах нет места. Однако после огласки ситуации пожилую пациентку все-таки госпитализировали. А историей заинтересовалась прокуратура. Надзором Моргане сообщили, в ходе проверки будет дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи пациентке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Между тем, сегодня коронавирусных пациентов принимают сразу в семи медучреждениях. Ковидный статус пришлось вернуть с 17-й горбольницы. В обычном режиме клиника успела проработать всего пару недель. В понедельник в Минздраве сообщили, что больницу вновь перепрофилируют под работу с COVID-19. Сейчас, по данным регионального Минздрава, на лечении с диагнозом коронавирус находится 1348 пациентов. Из-за коронавируса омские школьники остаются на дистанционном обучении. Правда, не все на карантин закрыты Березовская основная школа Марьяновского района и Юрьевская школа Кормиловского района. А также отдельные классы в Петровской школе Теврийского района, Шипицынской школе Большереченского района, в школах номер 83 и 61, в гимназии номер 62 города Омска, а также в адаптивной школе-интернате номер 16. А вот садиков на карантине за COVID-19 нет. Тем не менее, очное образование школьников под угрозой из-за сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По состоянию на 25 сентября закрытыми на карантин остаются отдельные классы в 39 образовательных учреждениях региона. Ранее их было 42. С понедельника 28 сентября больницы должны перейти к новому графику работы. Изменения утвердили в Минздраве страны. Согласно документу, теперь пациентов с тяжелым течением ОРВИ или вне больничной пневмонии должны помещать в специальные боксы до получения результатов тестирования на коронавирус. Тех, у кого диагноз COVID-19 не подтвердится, переведут в двух- или четырехместные палаты. Если результат окажется положительным, то пациента госпитализируют в переориентированную под лечение коронавирусных больниц медклинику. Кроме того, в стране решено создать федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей. Специалисты центра будут оперативно консультировать врачей в регионах не только по лечению пациентов с гриппом, но также пневмонией и ковидом. Здравствуйте. Подробности расследования обещают озвучить хуже завтра. На чужом несчастье счастья не построишь. На месте разрушенного детского картодрома еще нескоро начнут кататься бульдозеры. Арбитражный суд Омской области отказал местным застройщикам в иске к департаменту архитектуры и градостроительства мэрии, который не дал компании разрешения на строительство гостиницы. Отмечу, что до недавнего времени на этом участке был расположен уникальный детский картодром Досааф. В 2019 году его демонтировал застройщик и обнес территорию забором. Тогда ситуация вызвала общественный резонанс на защиту картодрома, где дети занимались несколько десятилетий, встали омские спортсмены и бывший министр спорта Александр Фабрицус. Однако отвоевать участок не удалось, земля была передана предпринимателю на законных основаниях, а Досааф, на территории которого располагался картодром, участок вовремя не оформил и в итоге потерял. Однако и бизнес, который отказался идти навстречу городской администрации, родителям маленьких гонщиков и рассмотреть возможность построить гостиницу в другом месте, оказался у разбитого корыта. Как пояснили нашему телеканалу в Депархитектуре, притормозить работы по возведению объекта пришлось из-за целого ряда причин. Участок земли изначально оформлен под застройку административного, делового и общественного назначения, к которым, как оказалось, гостиницы не относятся. Собственник участка Департамент имущественных отношений согласия на строительство не давал. Кроме того, в проекте отсутствуют технические условия для подключения объекта к сетям водоотведения и водоснабжения. Дополнительно заявителю рекомендовано доработать архитектурное решение проектируемого объекта посредством приложения к проекту задания на проектирование и исключение площади спортивной площадки из общей площади объекта капитального строительства. Перечисленные доводы были рассмотрены арбитражным судом, куда обратился заявитель с иском к Департаменту архитектуры. По итогам заседания отказ в выдаче разрешения на строительство признан законным. Пока же бульдозеры катаются в полях возле Чукреевки. Впрочем, не для того, чтобы снести что-нибудь ценное. Здесь в ближайшую неделю будет проходить конкурс профессионального мастерства среди машинистов тяжелой техники управления дорожного хозяйства и благоустройства. На старт уже вышли бульдозеристы и грейдеристы. Готовятся водители самосфалов, легковых машин и погрузчиков. Какие испытания подготовили организаторы, чем наградят лучших и что оставят после себя конкурсанты, расскажет мой коллега Филипп Лебедь. Чистить дороги от снега – это вам не шарики лопать. Впрочем, оба этих навыка участникам конкурса «Лучший по профессии среди машинистов тяжелой техники управления дорожного хозяйства и благоустройства» пригодились. Анатолий Рудик – бульдозерист 6-го разряда. Представляет дорожно-эксплуатационный участок Советского округа. Приглашение на участие в соревновании получил от начальства как сотрудник с идеальным послужным списком. Ни одной правильности за все время работы. Для бульдозеристов организаторы подготовили три задания. Два из повседневной жизни – движение в стесненных условиях и заезд в гараж. А вот третья, по словам самих участников, нестандартная и даже экзотическая для тяжелой техники. Обычный надувной шарик сегодня не атрибут праздничного мероприятия, а предмет, от которого зависит победа в конкурсе. Его нужно лопнуть ковшом 15-тонного бульдозера. Вроде и несложно, но ты попробуй, попади. Ветер явно не на стороне участников. Анатолий испытания проходит за считанные минуты. Технических ошибок не допускает явный претендент на победу. Впрочем, чтобы забрать приз, а это денежная премия, необходимо блеснуть еще и теоретическими знаниями. Билеты с вопросами о ПДД для спецтехники участникам предстоит решить в ближайшее время. Между тем, шарики на трассе заканчиваются, появляются пластмассовые бутылки. Конкурс уже для грейдеристов. Им нужно отвалом, то есть ковшом, сбить емкость с водой, не задев опору. В данном случае обычный пень. Павел Доленин в профессии уже больше 30 лет. Только готовится выйти на старт. Признается, в городских условиях работать гораздо легче. И настолько искусно владеть техникой нет необходимости. Сложно. Этим же каждый день не занимаешься. Бутылки сбивать. В городе на ровном асфальте, а здесь, видите, неровность. Так что здесь намного сложнее все. Конкурс проходит ежегодно, но раньше участников было немного, так как лучших определяли только среди водителей самосвалов и машинистов тракторов. В 2020 году по заявкам участников номинации расширены. Теперь за звание лучших также сражаются бульдозеристы, грейдеристы, водители легкового транспорта и погрузчиков. Указание было дано директорам, согласовано. Были заявки поступили от наших работников, от грейдеристов поступали заявки, от дозеристов, что готовы участвовать в таких конкурсах. Показать свое мастерство, проявить себя и доказать, что они квалифицированы. Будем продолжать. Победителей в каждой номинации объявят к концу недели, так как многим еще только предстоит пройти испытания. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, что в будущем на этом уже перекопанном участке возле поселка Чукреевка планируют провести благоустройство. Таким образом, участники конкурса и себя показали, и подготовили почву для будущего проекта нового общественного пространства. Пешеходная зона на Иртышской набережной скоро станет ярче. Специалисты монтируют новое освещение. Из городской казны выделено более 2 миллионов рублей на световую модернизацию. В прошлом году на проезжей части в рамках форума межрегионального сотрудничества установили умные фонари, а тротуарная зона на фоне белой дороги стала тусклой из-за желтых натриевых ламп. Чиновники и представители Омска Электра решили уравнять шансы на свет. А монтажники снимают старые фонари, чтобы на их месте установить новые энергосберегающие панели. Мы устанавливаем 192 светильника на тротуарной пешеходной дорожке. Они также будут у нас энергосберегающие, что позволит нам экономить порядка 50% от общей суммы, которую мы тратим за их электростабжение. Старые фонари у нас пойдут на замену и дальнейшую эксплуатацию, чтобы мы также будем экономить, не покупая новые светильники, вешая на них пушные, ну и естественно, которые являются работоспособными. А везде по городу, где у нас такие же установленные светильники торшерные, мы также будем их менять. На замену желтым натриевым лампам приходят светодиоды, которые потребляют на 50% меньше электричества, а горят ярче. Специалисты подсчитали, новое тротуарное освещение поможет сэкономить полмиллиона рублей в год. На одной панели почти 100 светодиодов, срок их технического выгорания около 10 лет. Фонари будут загораться в 8 вечера и продолжат освещать тротуары до 6.30 утра. Модернизация световых конструкций займет около 7 дней, а пока специалисты демонтируют старую проводку и плафоны. Руководство Омско-электро обещает не оставлять пешеходов без света. Гореть оно будет все постоянно, то есть никто бросать не будет в разобранном состоянии, будет меняться и зажигаться оборудование. Таких моментов не произойдет. В данное мероприятие входит замена самого светильника, замена зарядного провода по всей длине опоры и покраска опоры целиком. Риск есть всегда. Российские банки могут продолжить снижать ставки по валютным вкладам. Сейчас они уже около ноля. На фоне сообщения комиссии по счетам в евро сохранять депозиты в валюте становится все менее выгодно. В результате россияне только в августе забрали со вкладов в банках более 500 миллионов долларов против 332 миллионов месяцем ранее. Экономисты отмечают, что Центробанк начал снижать ставку еще прошлым летом. Опускалась она и по банковским вкладам для населения, а также по депозитам для юридических лиц. Лишь дважды кредитные организации повышали свои ставки в конце марта из-за оттока вкладов и в начале лета в расчете на то, что россияне, ограниченные в тратах на турпоездки, положат деньги на счета. Как поясняют аналитики, к настоящему моменту валютные депозиты подешевели до 1-3%, а с учетом инфляции ставки по вкладам для населения и вовсе устремились к отрицательным значениям. Впрочем, объясняют экономисты, альтернатива все-таки существует. Это индивидуальный инвестиционный счет. Его владельцы имеют право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм и освобождение от подоходного налога при снятии средств со счета по прошествии установленного срока. Подробнее об этом финансовом инструменте и о том, стоит ли во время экономической неустойчивости в стране хранить свои сбережения на банковских счетах, мы поговорили с управляющим отделением Омск Банка России Владимиром Антиповым. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Уникальную находку вековой давности обнаружили омские строители во время работ по благоустройству набережной АМИ. Рабочие наткнулись на деревянный причал и баржу, возраст которых, по предварительным оценкам, краеведов может превышать 100 лет. Части деревянного судна случайно зацепил экскаваторщик, который даже не представлял, какое сокровище обнаружил. Историки полагают, что находку могут признать археологическим памятником. По словам специалистов, баржу, которая затонула во время ледохода в начале прошлого века, можно восстановить. Она представляет большую историческую ценность и сможет привлечь туристов в наш город. Однако работы технически сложные и очень затратные. В региональный Минкульт с просьбой признать объект археологическим памятником уже обратились представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Официальное обращение к строителям тоже было отправлено, чтобы они работали максимально аккуратно и не повредили находку. Запланирована историко-культурная экспертиза территории. Однако ее проведение сначала должен одобрить федеральный Минкульт. Таковы главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тименцева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова